Джорджа Альдани Адитория и Туринг Клаб Итальяна представляют Производство Айсин Прекрасная Италия Апулия Апулия славится своими солнечными пляжами и красочными деревеньками, нетронутой природой, церквями, прибрежными пейзажами и красивыми лесами. Мы узнаем традиционные рецепты, увидим замки, побываем в исторических городах-музеях и попадем из прошлого в настоящее. От Мальфетты до Бари Невозможно покинуть побережье Адриатики, не показав этих мест. Мальфетта стоит севернее Бари и может многое рассказать о морских традициях рыбаков. Рыбный рынок Мальфетты – процветающий центр на территории Апулии. Щедрое на дары море сыграло значительную роль в развитии города. Скаты, кефаль, хек, анчоусы, кальмары, креветки и осьминоги заполонили все прилавки. С самого утра рынок кишит торговцами рыбой и насыщен вкуснейшими ароматами свежего улова. Сюда прибывают траулеры из Бриндизи, Васто и Термоли. Старая часть города расположена на мысе. Эта церковь была построена в 17 веке. Спустя сто лет она стала городским собором. Старый собор, основанный в средние века на морском берегу, перестал быть центром религиозной жизни горожан и сохранил первоначальный романский облик. На запутанных узких улочках старого города стоят средневековые дома. Кажется, что жизнь здесь течет неторопливо. Но уже с рассвета на рыбном рынке начинается оживленная торговля. Среди покупателей, владельцев магазинов, уличные торговцы и оптовики. Каждый день они торгуются, громко выкрикивая свои предложения. Но технологии будущего вытесняют традиционные методы. Все сделки скоро будут записываться на компьютеры с удаленным доступом. Щелчок мыши заменит привычные выкрики и жесты, ставшие традицией. Известковые скалы рождают удивительный пейзаж. Во многих местах эрозия вызвала провалы почвы. Там образовались глубокие овраги, покрытые зеленью. Пула Ди Альтамура – самая большая чаша в глубину 90 и в ширину 500 метров. В пещерах, расположенных в стенах пула, во время неолита жили люди. Эта территория находится на южной оконечности плато Мурджи, простирающегося от города Бари до региона Базиликата. Местные жители всегда боролись с суровой и сухой землей. Для этого лунного пейзажа характерны карстовые обнажения, пещеры и редко встречающиеся ручьи. На бескрайних полях и лугах лишь изредка можно увидеть поселение. Оливковое масло и хлеб Мурджи обладают естественным вкусом. Самый известный хлеб пекут в городе Альтамура. Это первый защищенный торговой маркой хлебобулочный продукт Италии. Это печь Санта Кьяра. Она названа в честь Святой Кьяры. Пекарня находится напротив монастыря Санта Кьяра. Печь построили в 15 веке. Альтамурский хлеб был основной едой для крестьян и пастухов, проводивших много времени вдали от дома. Есть хлеб, который становится только лучше через 10 дней после выпечки. Есть самый традиционный плетеный хлеб. Мы также делаем хлеб ушкуанетте, батон которого весит от 2 до 10 килограммов. Есть еще шапка монаха, хлеб таралла. У нас большой выбор сортов, поэтому каждый может выбрать то, что ему нравится. Так что приятного вам аппетита. Исторический центр Альтамуры был основан в 13 веке, когда Фредерик II построил собор, замок и городские стены. Пшеничные поля и опаленные солнцем склоны холмов Альтамурджии бесконечно прекрасны. На этой территории расположен национальный парк, занимающий 70 тысяч гектаров степей и полупустынь. Здесь растут дикие орхидеи и живут хищные птицы, такие как пустельга. Пейзаж Моджа изрезан так называемыми гравинами, глубокими расселенными вдоль ручьев, где эрозия разрушила известковые породы. Гравина – это также название города, расположенного над одним из таких ущельев. Над пропастью стоит собор. Построенный норманами, он был не раз переделан в эпоху возрождения и барокко. Рядом находится церковь Чьезе-дель-Пургатурио. Ее тимпан украшен скелетами. Механические часы на стене самой старой библиотеки региона покрыты изображениями Гарибальди и короля Витторио Эммануэля II. Не только церкви и здания исторического центра Гравина хранят память о прошлом. О местных традициях не забывают и ремесленники. В мастерских до сих пор мастерят сувениры, являющиеся символом города. Раньше с помощью терракотовых свистков, оживляющих дома и праздники, пастухи собирали свои стада. Это обычный свисток. Вот здесь дырочка. Тон изменяется одним движением пальца. В этом нет дырки. Он просто свистит на одной ноте. А на этом можно получить два вида звука, как у кукушки. Но все равно получается только свист. Они бывают разных размеров. От этого зависит глубина звука. Жители Гравины считают, что свисток – это символ плодородия и способ посмеяться над правителями во время торжеств. Слава Богу, мы еще продолжаем их делать. Иногда мы бросаем это дело и уезжаем в деревню. Как-то мы ездили в Германию. Свистки всех форм и размеров до сих пор пользуются спросом. Один мастер выполняет все этапы. От обработки глины до раскрашивания. От А до Я. Кажется, что огромный орел, изображенный на гербе, висящем на фасаде церкви Мадонна де ле Грация, с высоты наблюдает за каменными домами Гравины. В доисторические времена люди прятались в скальных пещерах. В средние века появилась целая цивилизация, общины которой жили в лабиринте из пещеры-туннелей. Церковь Сан-Микеле, выполненная в византийском стиле, одна из древнейших святынь, спрятанных в этих каменных стенах. Из пещер Гравины наше путешествие продолжится по равнинам Валле-Дитрия, где можно увидеть трули. Это дома с конической каменной крышей. Их оригинальная конструкция помогает сохранять тепло зимой и прохладу летом. Блоки домов сложены без раствора, но они могут выдержать даже землетрясения. Валь Берабелло более тысячи трули. ЮНЕСКО признало его исторический центр уникальным наравне с такими крупными городами, как Флоренция, Вена и Прага. Валь Берабелло до сих пор царит удивительная атмосфера, созданная сочетанием серого камня и ослепительного солнечного света. В нескольких километрах от Аль Берабелло хорошо видны белые стены домов. Тихие улочки Ла Каратонда расходятся во все стороны от главной церкви города. Она гордо царит над барочными и неоклассическими зданиями в центре города. С вершины холма открывается захватывающий вид на красоты Валли Дитрия. Уже сотни лет здесь производят вино. Ла Каратонда славится вековыми традициями. Многие производители района Валли Дитрия пытаются их сохранить. Люди, вкладывающие деньги в производство вина, также стараются поддержать малоизвестные марки. Например, Фиано – особый сорт вина, который исчез с рынка в последние годы. Мы хотим попытаться возобновить его выпуск. Но успеха достичь нелегко. Нужно тщательно следить за виноградом, вплоть до его созревания. Пока не появятся плоды, это наша основная ежедневная работа. Местные фермеры привыкли жить рядом с известным историческим памятником. Храм Сепанибали был построен более тысячи лет назад. В его архитектуре видны следы ломбардского влияния. Две монолитных колонны разделяют пространство на три нефа. Когда-то стены часовни были расписаны фресками. Сохранившиеся рисунки представляют образцы ранней средневековой живописи. На лугу рядом с церковью пасутся кони, в жилах которых бурлит арабская кровь. В куполах храма тоже можно заметить мотивы, привнесенные сицилийскими арабами. Большую часть сельской местности занимают привычные для Апулии фермеры. Изначально в таких домах жили обычные земледельцы. В средние века фермы у моря были превращены в крепости для защиты от турецких набегов. Позднее их перестроили в помещичьи виллы или элегантные отели. Деревня Чистернино претерпела множество набегов. На узких улицах исторического центра чувствуется влияние Востока, привлекающее огромное количество туристов. Музыка. 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 Благодаря своеобразному рельефу Апулия стала раем для спелеологов. Тысячи ущельй в скалах, появившиеся в далеком прошлом, скрывают древние тайны создания мира. Музыка. Самые известные пещеры расположены в Кастеллане, где сталактиты и сталагмиты всех форм и размеров украшают лабиринт длиной в 3 километра. Музыка. 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 На севере, неподалеку от Бари, находится замок Маркио, который является примером того, как быстро все изменяется с течением времени. В XI веке здесь поселилось благородное семейство Аквавива, а тысячу гектаров прилегающей территории занимали охотничьи угодья, леса и средиземноморская растительность. В 30-х годах XX века замок обрел новую жизнь. В его комнатах теперь проводятся приемы и банкеты в сказочном стиле. Побывав в гостях на ферме в Апулии, вы непременно погрузитесь в крестьянские традиции и отведаете блюда местной кухни. Местные жители ценят очарование элегантной простоты. За обедом вам обязательно предложат самое лучшее, что дает эта земля. В нашем отеле мы подаем только то, что сами выращиваем на ферме. В сельских домах на побережье, затерянных среди оливковых деревьев, миндаля и каштанов, готовят только традиционные блюда. Тиела – традиционное блюдо Апулии. Основные ингредиенты – овощи и мидии. Его можно готовить заранее, поэтому, когда фермеры возвращаются вечером с полей, им не нужно суетиться у плиты. Постояльцы этой гостиницы всегда могут прогуляться до красивого пляжа. Это нечто среднее между проживанием у моря и отдыхом в деревне. В Апулии доисторические пещерные жилища можно увидеть в районе Полиньяна-Амаре. Город был основан во времена греческой колонизации. Дома исторического центра стоят на утесах, и во время шторма волны практически разбиваются об их крыше. Далее, почти над самым морем, вьются лабиринт узких улиц с побеленными стенами домов и заборов. В столице Апулии традиции уживаются с современностью. Старый город Бари расположен на полуострове. К югу от средневекового центра тянутся проспекты и здания, построенные в начале XIX века. Сегодня Бария – это самый крупный город Южной Италии, где проживает более 300 тысяч человек. Современная архитектура свидетельствует, что город продолжает расти. Стадион, названный в честь святого Николая, был построен по проекту Ренцу Пиану. Уже в Древнем Риме город считался важным политическим, экономическим и культурным центром. В средние века он стал местом паломничества. Собор, воздвигнутый в Апулии святому Сабино, – прекрасный пример романского стиля. Церковь была построена в XIII веке рядом с известным Собором Святого Николая. В эпоху барокко скромный фасад был украшен орнаментами. В 60-е годы XX века были восстановлены первоначальные романские элементы, и теперь Собор выглядит так, как и до реконструкции XVIII века. В период раннего Средневековья Барий являлся частью Византийской империи. В конце X века здесь поселился Катапано, королевский чиновник, управлявший Южной Италией. Политическая роль города способствовала его экономическому росту. После падения норманов в XIII веке власть перешла к германской династии Свевия. Император Фредерик II построил замок для усиления своего влияния и обороны города. Хотя город прославился уже после событий XI века. В 1087 году город Барри оказался почти в безвыходном положении. Он являлся столицей Южной Италии с 968 по 1071 год, но утратил эту роль после нормандского завоевания. Городские купцы и средний класс придумали, как решить этот вопрос. Нужно создать мощный духовный символ – собор. Им это удалось. Они украли останки святого Николая и привезли их в баре утром 9 мая. Горожане сразу же взялись за постройку церкви для мощей святого. Спустя сто лет собор святого Николая был освящен. Множество паломников приходили прикоснуться к мощам, а престиж города вновь вырос. У него два лица – святой Николай для мирян и святой, украденный для народа, а не для церкви. Поэтому он стал частью города. Даже убежденные теисты Барри хранят икону святого Николая. Можно сказать, святой Николай не столько церковный святой, сколько символ города. Новость облетела всю Европу, а день святого в декабре стал любимым детским праздником. Его имя на латинском – Санктус Николаус – превратилось в Санта-Клаус. А многие дети стали называть его Дед Мороз. Говорят, что святой Николай творил чудеса и исцелял страждущих. В это верят все – и католики на Западе, и греки, и славяне на Востоке. С самого начала все конфессии признали святого Николая. А это свидетельствует о том, что в основе разделения церквей на католическую и православную лежит лишь каноническое право. И в 1966 году доминиканцы выделили в левом углу крипты часовню, где каждое воскресенье во время службы могут помолиться и православные верующие. Спустя тысячу лет названия города продолжают связывать с именем святого Николая. В баре встречаются культуры Востока и Запада – прошлое и будущее. А старые рынки и традиционные праздники не мешают развитию современного бизнеса. Город всегда сочетал две грани. Это и морской порт, заполненный моряками и рыбацким людям, и крупный аграрный центр. Как и столица, весь регион славится многообразием пейзажей. Крутые морские утесы расположены рядом с зелеными полями и лугами, вбирая бесконечное очарование Апулии. Исполнительный продюсер – Джанни Кайл. Режиссер – Пеппино Аббатти. Оператор – Ареста Галина. Автор текста – Элиза Мунафо. Фильм, переведенный и озвучен компанией «Первые ТВЧ». 2010 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова